МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы узнаете о бодибилдинге ТУВ практически все из уст тех, кто перезапускал его в 21 веке, а также о предстоящих спортивных событиях, которые соберут немало людей. 6 апреля в Доме народного творчества состоится пятый открытый чемпионат Республики ТУВА по бодибилдингу Центр Азии. Ожидается приезд участников из Якутии, Кузбасса, Красноярского края, Хакасии и Монголии. За пять лет фитнес-индустрия в ТУВЕ только расцвела и динамично прогрессирует и по сей день. В республике за эти годы выросли десятки сильнейших титулованных спортсменов, которые достойно представляют нашу малую родину на российских и международных соревнованиях. Весомую роль в развитии бодибилдинга играют тренеры-профи. Общественная организация Федерации бодибилдинга Республики ТУВА является молодой, активно развивающейся некоммерческой организацией, основная деятельность которой – развитие бодибилдинга как одного из популярных видов спорта в мире. Она же и организует данный чемпионат, как и пять лет тому назад. Это вызвало огромный ажиотаж. Я думаю, это такой свежий глоток в сфере культурных мероприятий, спортивных мероприятий. Потому что там спортсмены уже выходят красивые, там не только мужчины, а девушки, женщины в возрасте даже выступают. И они красивые, они представляют такой здоровый образ жизни, представляют и красоту, и грацию. А вот мужчины там силу, да, силу духа, силу прям такую вот мощь. От обычного человека бодибилдера отличает белоснежная улыбка и мышечная масса. Не растет ли от этого эго человека? Не дай бог, у меня такого нету просто. Ну, люди интересуются, как набрать мышечную массу, да, когда тебя видят. Когда вот есть время, да, поговорить, например, с человеком, да, они все время, то есть постоянно спрашивают, там, как набрать мышечную массу. Сайхарел – абсолютный чемпион республики ТВАПа, силовому экстриму и бодибилдингу. А рядом Диана Деспежек, президент Федерации бодибилдинга республики и фитнес-тренер. Эти двое собаку съели на своей работе. Все знают и умеют и в теории, и на практике. Это здоровый образ жизни, красота, грация, это рост, личностный рост. Я заметила, что приходят участники, да, до соревнований, они другие. А после соревнований они выходят совсем другими, потому что за это время, вот, как Сайхарел сказал, это дисциплина огромная. Человек раскрывается. Да, да, человек, да. И он становится совсем другим человеком. Некоторые даже вот такими преуспели, да, во многом. После чемпионата они где-то там начали работать, начали показывать себя, вести блог или кто-то там уже начал открыто себя заявлять. Когда человек начинает вести здоровый образ жизни, у него даже мышление совсем другое, я заметила. А у людей, которые употребляют там вредные вещества, да, там, у них совсем другое мышление, образ жизни. Они какие-то вялые, они какие-то тяжелые на подъем. Основное отличие бодибилдинга от других силовых видов спорта заключается в том, что важна не сила спортсмена, а развитие крупных и мелких мышц, их размер, рельефность, а также соотношение мышечной и жировой ткани. По факту бодибилдинг – это культура спортивного тела. И эта культура уже смело шагает по всей республике. На предстоящий чемпионат 6 апреля в Кызыл собираются приехать и выступать качки из Агдаурака. Если вот смотреть назад, да, я уже 12-го лет, ой, в 12-м году работаю фитнес-тренером. Начал работать я, Рыгна. Там самый, вот, например, с понедельника до пятницы, вот, самый пик, да, людей, которые занимаются. В выходные люди отдыхают, а вечером с пяти, ну, с шести до восьми, самый пик, да, зубы, в любом другом зале, да, приходишь. Тогда вот эти, вот эти годы, вот раньше, если взять, да, там, ну, залов тоже мало было, но все равно людей мало было, да. Сейчас вот именно вот такой пик попадешь, там вообще, ну, очень много людей, да, там в очередь стоишь, просто сидишь, ждешь, там даже вот эти раздевалки ключей, ну, раздевалки все заняты, да, ты просто ждешь ключа, и когда уже, ну, кое-как заходишь, там уже дорожки все заняты, да, там даже негде сесть будет. Вот сейчас в данный момент так. Нужно еще помнить, что бодибилдинг, как способ в наше время превратить свое тело в форму атланта или богов из древнегреческой мифологии, довольно затратен. Спортивная одежда, питание и прочая трибутика стоят весьма и весьма. Пожалуй, именно поэтому в профессиональных качалках в основном занимаются люди успешные и студенты, покупающие абонемент на свои кровнозаработанные или на родительские. За пять лет фитнес-индустрия в Туве реально очень высоко поднялась, так как вот 15 залов открылось, вот очень много людей занимаются, даже вот в очередь занимают. Получается, этот вид спорт бодибилдинга, то есть бодибилдинг, да, он массовый спорт. Федерация бодибилдинга Тувы, кроме тренировок и чемпионатов, выступает с проектами «Фитнес-марафон в Кожонок Тувы» с общим охватом более 800 человек и «Зеленый фитнес», в рамках которого проведены 320 бесплатных тренировок с общим охватом более 27 тысяч человек. Тувинские атлеты объединяют на добровольной основе всех тех, кто неравнодушен к здоровому образу жизни и развитию спорта в целом. А в перспективе они хотят свой чемпионат превратить в международный, если сумеют, окремя монголов, собрать участников из стран Средней Азии. Я от всей души желаю этим подтянутым и успешным ребятам воплотить в действие задуманное. И напомню еще раз, пятый открытый чемпионат Республики Тува по бодибилдингу Центр Азии состоится 6 апреля в Доме народного творчества. Приглашаем, будет красиво! Расскажу о победах за пределами Тувы. Саян Хертек снова показал класс, став уже девятикратным чемпионом России по самбо. Сам чемпионат проходил в Брянском дворце единоборств. Саян победил в весовой категории до 58 килограмм. Кроме того, Хертек является трехкратным чемпионом мира по самбо. Стабилен как АК-47, так отметили его достижения в тувинском интернет-сегменте. Тувинский гангстер тоже участвовал и стал крепким обладателем бронзовой медали в весе до 71 килограмм. И это никак не умаляет его победу на фоне его тувинского визави. Наоборот, Андар везде успевает и выигрывает. А в Иркутской области в конце февраля сборная команда Республики Тува по Ушу-Саньда заняла общекомандное второе место на чемпионате и первенство СИП-ФО, уступив команде хозяев. Всего ушуистами из Тувы завоевано 25 медалей. 7 апреля в спортзале Харел состоится первенство Республики Тува по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. А с 11 по 13 марта пройдет первая зимняя спартакиада Республики Тува, где примут участие около 500 спортсменов со всего региона. Известно, что традиционные зимние соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту и хоккею дополнят национальными подвижными играми «Парка горы», «Выбивание ремня» и «ТВЭК» по чекушке. Таким образом, игроки померятся силами в пяти спортивных дисциплинах. В любом случае, телеканал Тува-24 будет следить за соревнованиями и выдавать материалы для зрителей. Вы смотрели послание Путина Федеральному собранию? Поскольку наша программа спортивная, я вычленил основные тезисы по развитию спорта, которые указал президент. Он предложил выделить более 65 миллиардов рублей за 6 лет из федерального бюджета на развитие спорта. Путин подчеркнул, что доступность спорта должна быть на всех уровнях образования, а в регионах и малогородах ежегодно должно строиться не менее 350 спортивных объектов. Это универсальные комплексы и быстровозводимые площадки для семей и детей. Довольно краткий получился обзор. Все самое интересное впереди. Пребывайте в хорошем расположении духа и в чистом сознании. Автор программы спорт РС Мангуш, монтаж Санда Миргит. Услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин